Инициатором проведения публичных слушаний является Назаровский районный совет депутатов, секретарь публичных слушаний Любавина Елена Петровна. Елена Петровна, прошу огласить явку на публичные слушания. У нас участников публичных слушаний 36 человек, а жители района имеющих право голосовать 30. Спасибо. Решение за номером 545 о проведении публичных слушаний было принято Назаровским районным советом депутатов 25.22.2023 года. Замечания и предложения по опубликованному проекту в Шиме не наступило. Предлагаем вашему вниманию проект решения Назаровского районного совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Назаровский, муниципальный район Красноярского края. В целях приведения устава муниципального образования Назаровский, муниципальный район Красноярского края в соответствии с требованиями федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и внести в устав муниципального образования Назаровский, муниципальный район следующее изменение. В абзаце 2 пункта 1 статьи 3 слова муниципальное образование исключить. Я поясню дополнительно. То есть первое изменение касается полного наименования муниципального образования. После исключения данных слов наименование полное останется следующее. Назаровский, муниципальный район Красноярского края. Пункт 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового полномоченного полиции и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудникам указанной должности. Это изменение вносится в статью 7.1, которой определены права органов местного самоуправления на решении вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. То есть ранее это у нас до 2015 года была обязанность, а сегодня в этом право органов местного управления соответствующие изменения в устав вносится. Пункт 8 статьи 29 изложить в следующей редакции. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной или непостоянной основе по решению Совета депутатов. Статью 32 дополнить пунктом 9 следующего содержания. Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, устанавливается гарантия назначения пенсии за выслугу лет в размере не менее минимального размера пенсии за выслугу лет, установлено настоящим пунктом. Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже. А. Тысячи рублей при наличии у депутатов Назаровского районного совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе главы Назаровского района стажа замещения муниципальной должности, менее 10 лет. Б. Две тысячи рублей при наличии у депутатов Назаровского районного совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе главы Назаровского района стажа замещения муниципальной должности от 10 до 20 лет. И. В. Три тысячи рублей при наличии у главы Назаровского района депутатов Назаровского района совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе стажа замещения муниципальной должности, более 20 лет. Уважаемые депутаты, прошу рассмотреть и принять проект настоящего решения. Еще поясню аналогичный проект в части. Уже рассматривался советом депутатов в январе, но последнее изменение, касающееся минимального размера пенсии за выставку лет, было в уставе установлено в части закрепления гарантий. А сами названные мной три цифры, тысяча, две и три тысячи рублей, были закреплены в положении о плате пенсии, о назначении, вернее, пенсии за выставку лет депутатам Назаровского района совета депутатов, осуществляющим своих полномочия на постоянной основе, и главе Назаровского района. И была отсылочная норма. Но по рекомендации Министерства юстиции предложено непосредственно цифры, не только гарантию от указанной цифры, суммы, тысяча, две и три тысячи, закрепить также и в уставе, а не только в названном мной положении. Спасибо за внимание. У меня все. Полагаю голосовать только жителям района. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Против? Разбежавшийся? Нет. Спасибо большое. Решение принято.